На минувшей неделе главной новостью могла бы стать выставка СТТ-Экспо, которая ожидаемо превратилась в бенефис китайских производителей. Но подробнее об экспозиции мы расскажем отдельно, тем более что российских новинок там не было. Отечественные производители заняты сейчас сугубо производственными вопросами, и на эту тему у нас есть две классические новости. Одна плохая и одна очень хорошая. Американский Минфин ввёл санкции против группы ГАЗ, принятые ещё четыре года назад, но многократно откладываемые. Что само по себе создавало массу проблем горьковчанам. Поэтому ГАЗ, вынужденный делать всё самостоятельно, запускает новый завод, а вместе с литейкой и новый дизельный двигатель. Но начнём мы этот выпуск с электромобильной темы, которую обсуждали на круглом столе в Москве. Сегмент электрокаров в России до сей поры бурный рост. Под занавес 21-го года, перед отменой нулевой пошлины, в страну ввезли множество машин, которые вставали на учёт всю весну. По выкладкам агентства «Автостат», парк электромобилей за год увеличился в полтора раза. Сейчас в России под 20 тысяч электричек. Это 17,5 тысяч легковых машин, более тысячи электробусов и небольшое количество грузовиков разных мастей. В августе прошлого года российское правительство утвердило концепцию развития электротранспорта, которую пока никто не отменял. К концу 24-го года в стране должно быть выпущено не менее 25 тысяч электромобилей и построено 9,5 тысяч зарядных станций. С последними всё пока неплохо. За нынешний год планируют ввести в строй полтысячи новых зарядок. Разумеется, локомотивом электрической мобильности выступит Москва, где вдобавок к старым бесплатным зарядкам уже подключено 96 новых, которые могут одновременно зарядить 159 электромобилей. Ещё 25 станций строятся прямо сейчас, а к концу года их станет 250. Причём даже медленные оснащены трёхфазными розетками типа Мэнакис. Это станции единого городского стандарта, к которым можно подключиться с помощью приложения Московский транспорт. Там же можно увидеть статус зарядной станции, занята, работает, функционирует. И кроме этого станцию можно забронировать заранее. Также определена мощность. Медленные станции на разъём – это 22 кВт. Быстрые станции, которые сейчас устанавливаются – 50 кВт. Но мы понимаем, что научно-технологический прогресс идёт вперёд. Нужно мощность увеличивать. Поэтому в этом году мы также планируем установить быстрые зарядные станции – 60 кВт. По расчётам, одна зарядка должна приходиться на 10 электромобилей. Поэтому станции нужно ещё много. И московские власти готовы подключать к своему мобильному приложению коммерческих операторов. Сейчас у нас, в принципе, пилотный проект. Мы смотрим загрузку наших зарядных станций. У нас открыта почта электрособакамоз.ру, куда люди обращаются за конкретной потребностью к конкретному месту, где они хотели бы видеть зарядную станцию. С производством электромобилей дело обстоит куда сложнее. Единственный электромобильный стартап, который может вскоре выдать легковушки – это Эволют, чьи машины неожиданно и буквально на четверть часа засветились на открытии подмосковной АЗС. Поспешность объясняется просто. Первыми Эволютами оказались автомобили Дунфэн китайского производства, на которые перед первым показом просто наклеили другие шильдики. Сама марка Эволют родилась этой весной, когда российский Минпромторг, администрация Липецкой области и компания Мотор Инвест подписали специальный инвестиционный контракт, который предусматривает выпуск электромобилей. Каких? В первом пресс-релизе были обещаны седан, минивэн и троица кроссоверов. Седаном Эволют Айпро оказался Дунфэн Эолус И-70, которому, как выяснил телеканал Автоплюс, полагается один электромотор мощностью 150 лошадиных сил. 50-киловаттной батареи хватит примерно на 400 километров. Такой же аккумулятор полагается минивэну Эволют Айвэн, что представляет собой Дунфэн Линджи И-Ви. Правда, по странной логике, семейная заднеприводная машина имеет менее мощный двигатель, чем более лёгкий седан. Эволюту Айджой, в котором знатоки поднебесного автопрома непременно признают ДФСК Глори И-3, также перепала батарея на полсотни киловатт. Но единственный мотор, расположенный спереди, развивает 163 силы. Заметим, что представители Эволюты сейчас стараются не выдавать никакой информации о машинах до их презентации, намеченной на лето. Подождём. Между тем, папарацци увидели в Москве флагманский Эволют, он же кроссовер Воя Фри, тестовая сборка которых уже началась в Липецке. Если верить техническому описанию, которое раздобыло авторевью, в Россию прибудет 5-метровый SUV, оборудованный двумя электромоторами отдачей около 700 сил. Правда, в местной спецификации указаны данные, немного отличающиеся от китайского исходника. Возможно, для российского бренда Эволют готовится упрощённая и удешевлённая вариация. Ведь даже на своей родине кроссовер Воя, или Ланту, как эту марку называют китайцы, стоят немалые 56 тысяч долларов. Это на секундочку аж 4 миллиона российских рублей. А пока единственный серийный электромобиль в России – это «Газель ИНН», которая эксплуатируется, например, в Почтой России и возит пассажиров к Нижегородскому аэропорту Стригина. Мы в 2020 году впервые представили широкой публике такой автомобиль. В 2021-м успешно стартовало серийное производство. Мы встроили его в главный конвейер. Вместе с автомобилями с обычным ДВС он производится. И на сегодня несколько десятков автомобилей уже эксплуатируются конечными клиентами. Это не ходовые прототипы. Это серийный автомобиль, который одобрен к использованию на дорогах общего пользования. Мы подготовили производственные мощности. Если рынок будет развиваться, и мы рассчитываем на то, что он будет развиваться, мы готовы к увеличению производственной программы. Государственная поддержка, необходимая для наращивания критической массы электромобилей, формально уже запущена. Покупая в лизинг новые электрокары российского производства, можно получить субсидию вплоть до миллиона рублей. Не хватает самих электромобилей. Впрочем, производство батарей уже готовится. Основная задача, основной вызов для того, чтобы наращивать локализацию, это именно производство батарей. Батарея составляет значительную часть стоимости электромобиля. Пожалуй, самую значительную. И для того, чтобы это направление развивать, у нас в стране в принципе все есть. Это в первую очередь сырье. Не секрет, что в Китае производится более 40% всех батарей для всех электромобилей. В Корее более 30%. То есть вместе эти две страны, это 70% рынка батарей. Эти страны закупают сырье. У нас это сырье уже есть. Соответственно, для того, чтобы это направление развивать, нам нужно разрабатывать собственную добычу этого сырья и обеспечить мощность для производства батарей. И тогда у нас будет конкурентное преимущество именно по стоимости этого ключевого элемента в составе электромобиля. А касательно электродвигателей, я могу сказать, что определенные компетенции по производству электродвигателей у нас в стране есть. И на самом деле локализация электродвигателей, она значительный по сравнению с батареей. Эффект экономически, наверное, не такой принесет. Но нужна ли рынку вообще электрическая «Газель»? С учетом той колоссальной неопределенности, которая сегодня есть на российском рынке, мы готовы к развитию по разным сценариям. Как крупная группа, мы очень много инвестируем в разработку собственных продуктов. И если потребуется, это может быть как классический ДВС, так и водородные автомобили, так и автомобили на газовом топливе и, естественно, электромобили. Я думаю, что это наше конкурентное преимущество, что мы параллельно ведем разработку в разных направлениях. Как говорится, готовы к вызовам в разных сегментах. Как говорится, запомните этот ответ, потому что он хорошо объясняет реакцию группы «Газ» на следующую новость. Четырехлетняя эпопея с американскими санкциями против группы «Газ» завершена. Увы, введением их в действие. Санкции были приняты еще в начале 2018 года, но откладывались генеральными лицензиями, которые давали иностранным компаниям право работать с группой «Газ». Поначалу эти лицензии действовали год, но в январе 2022 года очередную отсрочку дали уже на три месяца, а последнюю, апрельскую генеральную лицензию, американцы выдали ровно на 30 дней, которые истекли утром 25 мая. И поскольку новый документ не опубликован, то со среды любые американские резиденты могут совершать какие-либо транзакции с «Газом» и его дочерними компаниями только по специальному разрешению. Нарушители будут наказаны американскими властями. В упрощенном виде ситуация выглядит так. Чтобы оградить собственный бизнес от санкционного давления, глобальные поставщики теперь должны полностью отказаться от отгрузок любой продукции группе «Газ». Впрочем, за последние четыре года предприятие успело сформировать целую когорту альтернативных поставщиков. Так что упаднических настроений в Нижнем Новгороде нет, а пул российских, китайских и турецких партнеров продолжает расширяться. Аккурат к введению санкций «Газ» приурочил запуск нового производства. Построен Нижегородский литейный завод, в создание которого вложено около пяти миллиардов рублей. Это производство имеет полный цикл — от плавки металла и изготовления стержней до финальной обработки отливок. Основная специализация площадки — крупногабаритные чугунные отливки для силовых агрегатов. Это в первую очередь заготовки блоков цилиндров и головок блоков для двигателей внутреннего сгорания. Также завод может отливать маховики, картеры, тормозные диски, корпусы коробок передач и многое другое. Сейчас продукция НЛЗ поставляется Горьковскому автомобильному, Канажскому автоагрегатному плюс двум моторным заводам — Ярославскому и Ульяновскому. Но нижегородцы уверены, что скоро литейкой заинтересуются и другие заказчики. Производственная площадка включает четыре ключевых участка — стержневой, формовочный, плавильный и обрубной, на которых трудится 260 рабочих. В год нижегородский литейный способен выдавать свыше 60 тысяч тонн чугунного литья. Но главная сенсация — НЛЗ займётся локализацией дизельного двигателя. И чтобы лучше оценить значение этого события, давайте отмотаем на полвека назад. Советский Союз был бензиновой страной, где дизели приживались плохо. Поэтому первые дизели на «Волгу» ГАЗ-21 своими силами устанавливал бельгийский импортер — фирма «Скальдия». В разные годы под капот шли моторы «Пежо Инденнер», «Перкинс» и «Ровер». Сам же горьковский автозавод начал делать экспортные модификации 24-й дизельной «Волги» только в 76-м году. Первую попытку освоить собственный дизель предприняли тогда же, в конце 70-х, купив лицензию у немецкой фирмы «Дойц». Шестицилиндровый дизель с воздушным охлаждением получил название «ГАЗ-542». Его предполагали ставить на новое поколение «Шишиги» — бескапотный «ГАЗ-3301», так и не ставший серийным, и на готовившееся тогда очередное поколение газонов — капотный «ГАЗ-4301», который мучительно доводили до конвейера больше 10 лет. Параллельно изрядной «Шестёрки» сделали четвёрку меньшей мощности — дизель «ГАЗ-544», который ставился на газоны вплоть до 1997 года, после чего «ГАЗ» начал закупать дизели Минского и Ярославского заводов уже с водяным охлаждением. А вот для «ГАЗели» и «Волги» в 1998 году купили очередную иностранную разработку — дизель «Штайр М1», превратившийся в «ГАЗ-560». Мечтали о целой линейке, но локализовать хитрую моноблочную конструкцию не сумели, блок цилиндров возили из Австрии, и после кризиса 2008 года проект был закрыт. Уместно вспомнить и заволжский мотор ЗМЗ-514. Попытку сделать дизель из собственного 406-го бензинового мотора. Но этот двигатель вышел откровенно неудачным, а причуды русской приватизации привели к тому, что заводы лишились своих традиционных поставщиков. Заволжский моторный вместе с «УАЗом» отошёл к группе «Солерс», а ульяновский моторный завод, наоборот, достался газу. В одиночку «Солерс» дизель не потянуло. А на газе наступила эпоха дизелей «Хуадун Каминс», которые выпускаются в Китае на пекинском заводе компании «Фотон» — давнего партнёра нижегородцев. Понятно, что доступность массового дизеля — это стратегический вопрос для любого производителя коммерческой техники в России. Выпуск дизеля начнётся через несколько месяцев. Газовцы пока скрывают, что это будет за мотор, но уточняют. Современный турбодизель адресован именно лёгким коммерческим моделям «Газель» и «Соболь», которые сейчас оснащаются дизелями «Каминс» и бензиновыми моторами ОМЗ. Логично предположить, что «Газ» локализует именно «Каминс». Но нет — представители группы компаний уверяют, что нашли другой агрегат. Напомним, что недавно нижегородцы разработали механическую шестиступку, которую уже ставят на «Газели» свежего поколения НН. И в будущем «Газ» сможет выпускать комплектные силовые агрегаты — двигатель плюс коробка. Как только сборка моторов будет запущена, его наверняка начнут предлагать и другим маркам. Например, «УАЗу», который давно ищет экономичный двигатель для хантеров и патриотов. Главное, чтобы сам «Газ» захотел продавать силовые агрегаты своему давнему конкуренту. Важным арендатором газовских площадей оставался «Фольксваген». В Нижнем Новгороде выпускались лифтбеки «Шкода» «Октавия», а также несколько кроссоверов — «Фольксваген Таус» плюс «Шкоды» «Карок» и «Кодиак». В свете американских санкций московские офисы «Фольксвагена» и «Шкоды» отправили дилерам одинаковые письма. Сообщаем вам, что с апреля 2018 года продолжение производства на автомобильном заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде зависит от генеральной лицензии, выдаваемой соответствующим ведомством США, Управлением по контролю за зарубежными активами. Генеральная лицензия «15L» позволяет «Фольксваген Группрус» завершить операционную деятельность в Нижнем Новгороде до 25 мая 2022 года. Проще говоря, немецкая компания, опасаясь санкций, не планирует запускать нижегородский конвейер, остановившийся 3 марта. А вот совсем бросать или отдавать государству «Калужский завод» европейские боссы, похоже, не хотят. У «Фольксваген Группрус» имеется собственный завод в Калуге. «Фольксваген Группрус приостановил производство в России до дальнейших распоряжений. Мы постоянно следим за изменением текущей ситуации. В связи с высоким общим уровнем неопределенности мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год. Что-то новое мы можем узнать на следующей неделе, когда «Фольксваген» приведет большую онлайн-встречу со своими российскими дилерами.